Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. За окном октябрь, листва постепенно окрашиваются в цвета осени. И если говорить о народных приметах на сегодня, то погода продержится без изменений еще четыре недели. Приметы приметами, а мы все же ждем ясного солнышка. Субтитры предоставил DimaTorzok В Карачаево-Черкесии активно реализуется национальный проект «Культура». В рамках программы весной начата реконструкция у Джигутинского районного дома культуры. В настоящий момент уже проделана огромная работа. Отремонтирован фасад здания, завершены отделочные работы второго этажа. Заменены старые полы, окна, двери, инженерные коммуникации. Сейчас строители работают на первом этаже, ремонтируют зрительный зал на 360 посадочных мест. Педагоги, дети и их родители очень ждут обновления дома культуры. Ведь Центр культуры и досуга для детей и молодежи играет важную роль в культурной, духовной и общественной жизни жителей Ужигутинского района. Сегодня мы поговорим о пользе ходьбы. Всем известно, что ходить необходимо. Такое утверждение можно услышать из всех средств массовой информации. Приводятся сразу тысячи доводов, почему нужно ходить пешком. При ходьбе вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. Можно подавить стрессовое состояние. Всего лишь 40 минут в день и ускорится обмен веществ в организме. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что людям от 18 до 64 лет необходимо минимум 20 минут в день ходьбы без перерыва. Также они утверждают, что 10 тысяч шагов – это миф. 5-6 тысяч являются приемливой для современных городских жителей. На самом деле все зависит от возраста и состояния здоровья. Точных цифр нет. Для кого-то пройти тысячу шагов – это уже подвиг, а для кого-то легко пройти 15-20, не чувствуя усталости. Желательно ходить мимо живописных парков. Тогда прогулка принесет максимум удовольствия и пользы. Во Всероссийский день ходьбы корреспондент Альбина Курочинова-Кенжева встретилась с олимпийским легкоатлетом Дмитрием Тенцем. Доброе утро, дорогие телезрители. Накануне состоялся Всероссийский день ходьбы. И по такому вопросу мы обратились к участнику Олимпийских игр в Сиднее Дмитрию Тенцу. Послушаем, что он нам скажет об оздоровлении нации. Именитый спортсмен, директор школы Олимпийского резерва, мастер спорта по легкой атлетике, участник Олимпийских игр в Сиднее рассказал о пользе ходьбы. Во время пеших прогулок улучшается кровообращение. Люди, посвящающие прогулкам 30 минут в день, могут снизить риск инсульта на 20%. Ходьба может замедлить и даже остановить потерю костной массы у людей с остеопорозом. При ходьбе суставы постоянно находятся в действии, улучшается их кровоснабжение, что особенно полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Отличная возможность, сейчас у нас такая приятная осень, отличная возможность приобщиться к ходьбе, потому что ходьба является одним из самых доступной активностью физической, для которой не нужно никаких там больших объектов, просто вот замечательный наш парк, зеленый остров, легко подходит. Очень много в городе локаций, которые и являются такими классными озелененными местами со спортивным уклоном. Ходьба, не стоит ее недооценивать, несмотря на то, что является такой, на первый взгляд, простой нагрузкой, но очень хорошо способствует здоровому образу жизни, повышает тонус сосуды, сердечно-сосудистая система хорошо работает, несмотря на то, что вроде бы просто ходим. Замечали ли вы, как во время прогулки улучшается настроение? И чем больше шагов, тем лучше настроение. А еще ходьба приводит в тонус мышцы ног, живота и даже мышцы рук, если используются утяжелители. Ученые выяснили, что ходьба влияет и на здоровый крепкий сон. Зачастую мы задаемся вопросом, что же лучше, ходьба или бег. Эксперты в этой области отвечают, что ходьба безопаснее. Отличие в том, что во время бега человек отрывается на некоторое время от земли и зависает на доли секунды в воздухе, затем приземляется. То есть каждый раз приземляясь, бегун подвергает свое тело нагрузке, превышающей собственный вес. Во время ходьбы риск травматизма минимален. Какие виды спорта сейчас актуальны среди подрастающего поколения, ответил Дмитрий Тенц. Подрастающее поколение, конечно, предпочитает более активные занятия. У нас, знаете, в республике очень сильно развиты единоборства и классические олимпийские виды спорта. Кстати, легкая атлетика также совсем недавно начинает набирать, как говорится, восстанавливаться. В нашей республике и велосипедное движение, Федерация велоспорта у нас появилась. Активно начинаем восстанавливать наши старые республиканские традиции. Но и в таких массовых мероприятиях, допустим, как Кросснации, как Российский Азимут, как Всемирный день ходьбы, молодежь принимает активно непосредственно участие, им все нравится. Потому что прежде всего это и общение, и здоровый образ жизни. Ходьба ускоряет метаболизм, снижает риски обострения хронических заболеваний, помогает бороться со стрессами. Ходить настолько просто, что это может делать каждый, ведь с первых шагов в жизни начинается ее познание. Ходите дальше и дольше, и сделайте ежедневные прогулки частью своей жизни. Альбина Курочинова, Кенджи Воросул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. В Карачаевском государственном театре сейчас идет работа над новым спектаклем по произведению Дины Мамчуевой о родоначальнике карачаево-балкарского народа Корче. Главную роль в этом спектакле играет молодой талантливый актер Шамиль Мукаев. Также сейчас он занят в одной из главных ролей в сказке «Честное слово». Шамиль и моя соведущая Белла Джозаева уже в студии. Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро, Шамиль! Доброе утро! Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Я хочу сказать о том, что руководство Карачаевского театра меня, честно говоря, и удивляет, и восхищает в том смысле, что постоянно новые кадры, постоянно молодые артисты у Руслана Гачаева. Один интереснее другого. И вот ты один из них. Ну, правда, ты уже пятый год в театре работаешь. Ну, все-таки это молодая поросль. Я знаю, что по профессии ты ветеринар. А как получилось так, что ты связал свою жизнь с актерством? Так получилось, что я связал свою жизнь с актерством. Муса Ибазов, который незадолго до меня там уже работал. Популярный в Карачаево-Черкесии певец. Ныне тоже до сих пор артист Карачаевского театра. Мы с ним на одном мероприятии пересеклись. Он мне рассказал, где он работает. Я говорю, Муса, я тоже хочу там работать. Задатки были какие-то в детстве артиста? Не могу сказать, что были задатки артиста. Всегда был такой, ну, сторонился всяких общественных таких мероприятий до студенчества. Я поступил на службу в театр, еще будучи студентом Академии Весной Черкессии. Ну и как тебе работает? Отлично. Нравится? Нравится. Не жалеешь, что ты не ветеринар? Или можешь еще все-таки уйти туда? Вряд ли уже. Я, честно признаюсь, в прошлом году думал о смене профессии, о кардинальной смене профессии. Но не получилось все равно, как-то театр прибрал к себе. Но говорят же, что это навсегда. Скорее всего, да. Сейчас ты занят сразу в двух спектаклях, причем в главных ролях. Первая – это сказка. Честное слово, правильно? Сказка, рассчитанная на маленьких детей, садики, начальные классы. Автор и режиссер Магомед Атмурзаев, главный режиссер Балкарского театра. А вторая у тебя главная роль – это роль Корчи в спектакле Корча. Роль Корчи в спектакле Корча, да. Ну вот расскажи об этих работах. Как идет работа? Работа идет плотно. Мы в конце сезона, вот летом, только поставили сказку, честное слово, с Магомедом Атмурзаевым. С сентября уже вот у нас свободного дня практически нет. Поэтому мы выезжаем по школам, показываем активно эту сказку. И чувствуется, что зритель доволен, детям нравится, они откликаются, они кричат вместе с тобой. В некоторых моментах подсказывают моему герою, я там зайца играю. За мной там есть момент, где выходит волк из-за моей спины. Дети прям там активно участвуют, кричат, хотят меня спасти. Это очень приятно, что сказка так понравилась зрителю. Ну говорят вот многие актеры, с которыми мне приходилось сталкиваться, что для детей играть сложнее. Они же искренние. Они искренние их. Если взрослый зритель приходит осознанно в театр, осознанно обмануться в другой мир, в мир театра, то дети, это совсем другое, наверное, дети. Дети более внимательно смотрят, они искренне верят в то, что происходит. Они смотрят и не видят человека, они видят, если мы, например, в этой сказке... Персонаж. Да, они видят персонажа. И после спектакля, после того, как мы уже переоделись, вышли, стараемся даже на глаза детям не попадаться, чтобы не рушить эту иллюзию. Ну согласись, они очень благодарные зрители. Они очень благодарные, да. Что касается роли Карчи в одноименном спектакле? Роль Карчи, спектакль Карча Дины Мамчуевой, режиссер также Мгомед Атмурзаев. Вот весной мы ее сдали. Карча, безусловно, такой персонаж, которого знают не только карачаево-балкарский народ, но, без сомнения, наверное, весь тюркоязычный народ ее знает. Что самое сложное для тебя в этой роли? Самое сложное, наверное, передать, удержать ту ответственность, которую несет эта роль. Это все-таки прародитель карачаево-балкарского народа, и его как-то надо показать, каким он был, чтобы смотрящий зритель не подумал, неужели вот таким он был, наш прародитель, увидев, возгордился. Поверил. Поверил. Как ты вообще вживаешься в образ? Как это у тебя происходит? Ты ходишь, думаешь об этом, ты переживаешь. Вот когда учишь роль, да, уходишь в себя. Как это происходит? Ведь, вот смотри, какие полярные роли, да, заяц и герой. Герой, да. Перевоблащаться же, это же тоже не очень легко. Не очень легко, да. После спектаклей, после репетиций, после выступлений, что бы это ни было, возвращаешься домой, и дома тебе говорят, что-то сделать, чем-то помочь, например. Когда ты говоришь, я вот устал на работе, не знающий человек может как-то не так отнестись, не понять, что вы там работаете, что вы там делаете, ничего физического труда не делаете. На самом деле, наверное, морально сильнее устаешь, чем в любом физическом труде. Я тебя очень хорошо понимаю, да. Перевоплощаться в роль, вживаться в эту роль, это в мгновении получается, скорее всего. Да? У тебя так? У меня, лично у меня так, да. А выходить из этой роли как? Выходить из этой роли, бывало, что пока мы эти сказки и этот спектакль «Харча» не так долго возим, не так часто показываем, такого в этих случаях не было. Когда только устроился на работу, я играл короля в одной сказке. Бывало так, что вечером после показов спектаклей, сказки, выходил с друзьями посидеть в городе, и они как-то странно смотрели. Я говорю, что случилось? Ты почему себя так интересно ведешь, говорят? Еще не вышел из образа. Возможно. Как-то интересно себя вел, наверное, как-то по-сценически разговаривал, может, не знаю. Я и не вдавался в подробности, но такие взгляды на себя ловил. Вот для тебя театр – это что? Это же не просто работа. Театр – это просто работа, то это не настоящее. Театр – это, скорее всего, образ жизни должен быть, чтобы человек работал в театре. Это твой мир. Да. Я знаю, что ты ближайший родственник известного российского актера Рафаэля Мукаева, которым мы все гордимся, которого мы все знаем. И сейчас он более плотно занимается, по-моему, режиссурой даже. И вы обсуждаете как-то с ним какие-то твои роли? Все-таки он постарше, поопытнее? Да, мы обсуждаем всякие роли. Я какие-то, если у меня вопросы, я могу позвонить, посоветоваться. Он всегда подскажет и дельные вещи подсказывает. Очень сильно помогал в иных случаях. Я знаю, что у вас даже проект совместный какой-то был. Ну, не могу полностью рассказать, но могу чуть-чуть открыть. Частично. Тайны, да. В прошлом году мы отсняли с ним фильм здесь, в Карачае, Черкесии. Фильм на родном языке с субтитрами. Вот. Буквально на той неделе стал победителем одного из ведущих кинофестивалей в Москве. Уже первая наша победа такая. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Ну и не могу сказать точную дату, но надеюсь, уже этой осенью или в начале зимы увидите в Черкесске на общественном показе. Ты играл роль? Фильм был короткометражный. У нас там было три артиста. Я, Борис Уртенов, вот актер нашего театра, вы знаете его. Конечно. И еще один парень, который к актерску не имеет отношения. Три артиста. Да, я там играл. Ну, все главные роли там были считать. Три актера там. Я знаю, что ты сам говорил о том, что у тебя есть опыт работы в кино. Ты про вот это рассказывал? Да, про вот это. Ну и клипы музыкальные, ну не считаем, наверное, как опыт в кино. Как правило, человек, который уходит в кино, он меньше времени посвящает театру. Есть, конечно, универсальные актеры. Для тебя что важнее? Нет, театр, конечно, безусловно, важнее, потому что театр – это живой зритель, живая сцена, живое общение, живой обмен энергией со зрителем. Это совсем другое. Ну, я думаю, что ты настоящий артист почему-то. Вырастет из тебя, конечно, артист. Если говорить об амплуа, отрицательные, положительные, злодеи, герои, кого больше нравится играть? Нравится больше играть, наверное... Вот я сейчас думаю, что мне бы понравилось такого персонажа сыграть, но мне еще не доводилось его играть, как вам сказать. Такого дурака, что ли? Блаженного. Блаженного, да. Мне очень интересно себя попробовать в такой роли. Ни комедийной, ни трагогической, ни в романтической именно такой роли. Ты предвосхитил мой вопрос. Конечно, как у молодого артиста я хотела спросить, кого ты хочешь сыграть. И вот мы теперь узнали, кого ты хочешь сыграть. Какого-то, может быть, еродивого, да? Какого-то интересного, такого, своеобразного человека. Не от мира сего? В спектакле Харча у нас есть такой персонаж, его играет Инвер Дутыв, его вы тоже знаете, актеры нашего театра. Вот у него шикарная роль, вот что-то наподобие этого. Увидите спектакль Харча, даст Бог, в ноябре я уже, думаю, покажем в городе. Вот там вы увидите этого персонажа и поймете, о чем я говорю. Ну, ты будешь искать такой сценарий? Ну, нет, это же не от меня зависит, это от режиссеров зависит. Если увидишь такую роль, ты ее, конечно, возьмешь себе, будешь просить. Если режиссер увидит во мне что-то такое, что я справлюсь с этой ролью, то да. Я желаю тебе дальнейших успехов. Ты только в начале творческого пути. Я верю в то, что у тебя все получится. Благодарю тебя за интервью. Спасибо вам. А сейчас время нашей постоянной рубрики «Афиша». Наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева сделала подборку картин, которые сейчас в прокате. Давайте узнаем. Доброе утро, дорогие друзья. Как ваше настроение? И вот какая у меня подборка для вас сегодня. Идет прекрасная пора, когда при усадебной участке фруктово-овощные рынки радуют своими яркими, сочными, вкусными, ароматными плодами. Дорогие хозяйки, пора приступить к домашним заготовкам и консервированию. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих подготовила коллекцию книг и журналов с рецептами легкими и доступными. Пригодятся как начинающим, так и опытным хозяйкам. Выставка будет экспонироваться в читальном зале библиотеки. Завтра – Всемирный день животных. В России эта дата отмечается с 2000 года. По инициативе Фонда защиты животных, каждый час на Земле исчезают три вида животных. 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. А четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть. В России важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга. Туда занесены более 400 видов. Наша страна удерживает второе после США место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей семье страны живут братья-меньшие. И о кино. На большом экране идет прокат фильма «Барракуда» с участием несравненного Антонио Бандераса. В преступном мире все содрогаются от имени Барракуда. Он настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится невинная 15-летняя девочка, он идет против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей. Драматическая комедия «Экспресс» под режиссурой нашего земляка Руслана Братова стартовала на больших экранах. Саша Сосланов никогда не умывает, даже когда его выгоняют из университета. А красавица Нина уезжает в Москву. Парень идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает отчаянную ставку из нескольких событий «Экспресс». Но в тот же вечер он теряет карточку для получения выигрыша. У Саши есть трое суток, чтобы найти «Экспресс» на миллион и не упустить свой шанс на новую жизнь. Семейный фэнтези-фильм «Красная шапочка» с категорией 12+, понравится как детям, так и взрослым. Спасая город от полков, «Красная шапочка» должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца волкобоя. Взглянуть своим страхом в глаза и найти свое предназначение. На этом у меня все. Думаю, что моя подборка была полезной для вас. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. До встречи. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!